Сегодня Святая Церковь совершает празднование Святого Максима Исповедника. Вчера мы пропели ему величание, и, в общем-то, этот день, прежде всего, конечно, посвящен Господу, но и Святому Максиму Исповеднику. И вот когда мы с вами говорим про почитание святых, то мы должны помнить, что святые, память которых предлагает нам Церковь, это прежде всего назидание для паствы. Потому что мы же прекрасно понимаем с вами, что святые православные церкви – это не только те, кто записан в святцах, и гораздо больше. Может быть, даже кто-то и близкий нам тоже является святым. Но это как бы раскрывается только, конечно, уже в жизни будущего века. Но некоторых святых Церковь нам предлагает чтить особым образом. Именно их имена внесены в наши святцы. И вот одно из имен – это имя преподобного Максима Исповедника. Но как мы должны чтить святых? Прежде всего, конечно, надо брать с них пример. Не случайно все святые у нас поделены на чины. Вот чин святителей, чин мучеников, чин блаженных, ну и так далее. Есть и чин преподобных. Это означает, что Церковь именно в этом видела прежде всего назидание для нас. Сказом, святители – это те, кто мудро управляли Церковью. Ну а кому из нас, многим из нас, наверное, не хватает этой мудрости в управлении хотя бы нашей домашней Церковью? Или мученики, те, которые не боялись смерти? Вот пример для нас. Или, например, блаженные, которые пренебрегли всеми благами этого мира, те, которые обычные люди считают самым главным в жизни. А они показали, что это не это самое главное, что самое главное – это предстояние перед Богом, что можно обойтись и малым, но главное, чтобы было много благодати Божьей в твоей жизни. Преподобные – это те, кто прежде всего своим подвигом, воздержанием показали нам, что главное – это нематериальные блага и даже не семейная жизнь. А оказывается, главное – это прежде всего, вот опять же, наше предстояние перед Богом, желание послужить Ему, уподобиться Ему. Помните, как в Библии написано, что Бог создал человека по образу и подобию, точнее, создадим человека по образу и подобию, сказано в Совете Троицы. А потом было сказано, что и создал Бог человека по образу своему. И вот некоторые святые отцы считают, что именно преподобие – это и есть задача, которая стоит перед каждым человеком, что образ Божий есть в каждом человеке, а вот быть преподобным, то есть уподобиться Богу – это уже есть задача, которая стоит перед нами. Вот мы сегодня почитаем преподобного Максима Исповедника. А многие ли из нас знают вообще этого святого? Вот вчера мы читали канон ему, пели ему песнопения, стихиры, в которых церковь постаралась как бы изложить, собственно, за что же она чтит преподобного Максима. Но я так подозреваю, что многие из тех, кто здесь предстоят, даже и не понимают некоторых, даже не могут понять смысл его подвига. Он был борец против монофилитства. Ну, наверное, кто-то знает это слово, да? Но я так подозреваю, что многие вообще плохо себе представляют, о чём даже идёт речь. А между тем это была целая эпоха, примерно столетия, в жизни церкви, когда люди шли на смерть ради того, чтобы не быть монофилитами, а быть православными. И преподобный Максим Исповедник, который был секретарём императора Ираклия, а потом оставил своё светское служение и ушёл в монастырь, через какое-то время даже стал настоятелем, но потом и оставил настоятельство, потому что это его не привлекало. В его житии, говорит, что он был настоятелем, как простой монах. А это на самом деле очень сложно. Быть одновременно руководителем и быть очень простым. Это очень сложно, даже, наверное, почти невозможно. И вот он оставил, но в это время началась ересь монофилитства. До этого была ересь монофизитов, которые говорили о том, что во Христе человеческая природа или нет, или она, по крайней мере, для нас совершенно не имеет никакого значения, потому что он же Бог, и зачем нам почитать человеческую природу во Христе. Но церковь справилась с этой болезнью, и монофизитство было обличено на Четвёртом Вселенском Соборе. Но потом возникла другая ересь, как бы монофизитство, которое протаскивалось, что ли, особым образом, тайно. Ересь монофизитов, монофилитов, которые говорили о том, что в Боге есть одно божественное действие и одна божественная воля. Вот мы даже, наверное, многие из нас и не понимаем, о чём, собственно говоря, идёт речь. А ведь это, на самом деле, так сложно представить себе, что в одной Личности, Божественной Личности Господа нашего Иисуса Христа, есть две природы и две воли – божественная и человеческая. Такое, как бы, раздвоение воли. Это, на самом деле, очень сложно представить. Но святые отцы шли на смерть ради того, чтобы свидетельствовать об этой истине. Преподобный Максим за свои писания, за свою защиту православия, ему отрезали язык, отрубили правую руку, чтобы он не мог писать. И вот он претерпел такие мучения, был искалечен, именно потому, что он считал, что истина эта имеет огромное спасительное значение для нас. Потому что если мы с вами верим в то, что в Боге есть две природы, то, значит, там есть наша природа. Значит, человеческая природа вошла в общение с божественной природой. И что наша воля, как и в Иисусе Христе, должна следовать воле божественной. Это и же и есть, на самом деле, то, что мы называем спасением. Чтобы наша воля была не сама по себе. Не просто жить по страстям своим, потому что человеческая природа повреждена грехом. Это мы говорим с самого начала и всегда говорим. Но важно, чтобы эту поврежденную нашу волю подчинить воле Божией. Как это сделал Сын Божий. У него, правда, не была повреждена природа, но он нам показал пример, так как мы должны следовать этому. Потому что именно в этом заключается само православие. Ведь в чём мы с вами каемся, в чём мы ведём свою проблему? В том, что мы с вами плохие исполнители воли Божией. Что мы постоянно грешим. Что мы постоянно выбираем между законом Божьим и себялюбием. Выбираем себялюбие. Гневаемся, раздражаемся, блудим. А кто-то даже какие-то более страшные грехи совершает, там, убийства и прочие вещи. Но как раз сегодняшний праздник говорит о том, что победа будет за нами, если мы подчиним свою волю воле Божией. И вот, братья и сестры, будем с вами правильно почитать святых. А правильно почитать святых – это не просто им молиться, читать акафисты, каноны. А это прежде всего знать, в чём же этот святой так угодил церкви. Почему мы его называем угодником Божьим. И, узнав об этом, стараться подражать ему. Так что будем с вами дефизитами. Тоже такое слово, которое многие, наверное, не знают. А мы с вами православные дефизиты. Верим в две природы во Христе. И будем с вами верить в то, что во Христе есть два действия и две воли. Как это нам заповедовал Максим Исповедник. Аминь.